Друзья, привет! Мы находимся за кулисами шоу «Голос», 9 сезон. Я туда уже прошел, вы все это уже видели. Я вам сегодня немножко расскажу, покажу, как здесь все происходит. Время 11 утра, день репетиции. Сегодня побудьте вместе со мной, я вам покажу что-нибудь интересное. Вот, тут у нас грим. Здоров! Привет! 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 А вы меня оттого. Да, да, да. Это Мария. Ее уже показали по телевизору. К ней повернулось 4 человека. Вы это уже все видели. Я развернулась потом. Она этого не показала. Она офигела, конечно, и до сих пор не может поверить собственному счастью. Боится ездить в метро, не здоровается, просит деньги просто за каждое сказанное слово. В общем-то, и ради чего все и идут в шоу-бизнес, чтобы ни с кем не здороваться. В принципе, да. Вы же тут фильм снимаете, что ли? Мы уже, да. С элементами порно. Будешь участвовать? С элементами порно? Я буду, а сколько платят? Сколько платят? За удовольствие, может. Ты знаешь, такое себе, если честно. Ты же не пробовал. Я уже девчонка. Тем более, раз не с девчонками, надо соглашаться и за бесплатно. Так, а вот наша команда. Лучшая команда вообще, победитель. Смотрите, у нас группа технология. Нажми на кнопку, получишь результат. Чики Дорн. Это кто поет? Девчонка. Девчонка поет. Белые розы. Ой, белые розы у нас мега вариант. Ребята сделали. Просто с ума может зайти. Потом «Улетай туча», как сказал Сергей. «Улетай туча» это песня не про зонтик и про Киркорова, а это песня про страшное похмелье, про которое было в те годы от дешевого портрейза. Поэтому «Улетай туча, улетай туча» имеется в виду «Уходи в похмелье». Потом зажигательный номер «Белла Чао». «Улетай туча, улетай туча, улетай туча, улетай туча, улетай туча» В исполнении Жанна. Кто еще? Кто с ним поет? Жанна Евгеньевна. Вот. А потом мы с Надеждой. Надежда приехала из Красноярска. Уже пятый день живет в Москве. Офигела. Акклиматизировалась. И мы поем Кармина Бурана. Карл Лорд. Это классика 37-го года. И металлику с Сэд Батшо. Вот такой у нас модный вагон, в котором продают еду и напитки. Оливье. С прошлого года остался диетический, чтобы артисты не жирели. Порции маленькие. Сэндвич. Сэндвич. Приветствую еще раз. Скажи, пожалуйста, а могу я? У меня опять же трога гет, я там поставлю. Владимир. Ребята, а что вы ржете? Вот смотрите. Я вам сейчас покажу на самом деле. Вот видите, вот это я кушаю. Это утром банная. Цыганец. 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 Да. Я вот видите, кушаю банную. БЖУ, ребят. Я скинул 10 килограмм за месяц на самом деле. Поэтому я советую вам сидеть на правильной еде. Смотрите, у меня там котлеточки на пару. В общем, я сам, сам. А по чем? Ты продалёшь? Недорого, покупай. Недорого, миленький. Продам тебе недорого. Дай погадаю по руке, тебе бутербродить подгоню. Я похудел на 4 килограмма. Ровно потому, что я ем сэндвис. А, кстати, медленно ровно. Я живой пропал. Семейная жизнь, понимаешь? Собирайтесь, мы идем, мы идем. Куда идем? Куда идем? Сниматься идем. А что, девчонки снимают еще, да? А я думал, тут чисто такое, это вот, пожрать, потусоваться, с девчонками познакомить. Маньяк. Не знаю, что это такое. Маньяк. Маньяк, маньяк. 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 На холл. И следующая песня, как надо, чтобы переключилась. А, вот что, девяки. Уходите, посмотри, крадется. Не, я хотел шен сделать. И хотел отобрать у меня место мое. Вот они, б***ь, женские разговоры. Конкуренция, конкуренция, понятно. Я первый, я просто не хотел взять дура. Дура. Спасибо. Меня всегда спрашивают, сплю ли я в бигудях. Так вот, открываю секрет. Нет. Все происходит именно вот так, а иногда даже без кино. 21 век. Мужчины. Обратите внимание. 21 век. Все. 30 секунд. Все готово. Вот. Вы знаете, если вы посмотрите, сколько там у нас девчонок на мейкапе сидит, я уже не только поесть успею и все остальное. Сейчас мы находимся в легендарном Уильоне Мосфильма. Уилье номер пять, мне кажется, тут снималось. Чего только не снималось, смотри, ему лет сто. Он старый, но еще как бы. Может. Может. Ну хорошо, что мы еще трезвые в это время. Отметите, да? Отметите. Ну если можно, они не ругают. А я в команде у Сергея Шнурова. У меня замечательные девчонки смотрят. Смеются. Ну они все время смеются. Ну нормально. Куда вы сказали-то? Нет, две секунды я даем. Старухи. Так, Сюткин есть еще? Побойтесь Бога. Мы попадем на сцену уже, Сюткина. Сюткину. Опасно. Друзья, шоу-бизнес, держитесь подальше. Не каждый может удержаться. Такой плащ. Тут вообще нельзя не снимать. Но нас пока не выгнали, мы будем. Чего, Макс? Когда были отборочные этапы, здесь было пятьсот человек. Все ходят, поют. Такое чувство, что где-то в дурдоме находишься. Вот, сейчас поспокойнее. Так исчезают следы похмелья. Все было? Да нет, шучу. Не ответственный человек. Не, когда-то было, конечно. Так пропадают мешки, синяки, отеки. Ну, по-моему, крайне нестандартное произведение, вообще для проекта «Голос», мне кажется, это произведение, которое исполнится хором. Это, называется, первая часть сборника «Кармина Бурана», «Карл Лорф», написано в тридцать седьмом году на стихотворении, которое написано в тринадцатом веке о превратности фортуны. Я читал википедию, не потому что я просто умный и скромный. И просто у меня есть википедия. Все, отлично, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Все, я готов к трудовой обороне. Сейчас у нас съемка профайла, то, что показывает перед выступлениями. Ребята, вот позади меня находится, называется, «Waiting Room». Это комната, в которой все ожидают выхода на сцену. Здесь снимаются профайлы, интервью, реклама. Мы брызгаемся лаком, и у нас прямо сразу петь лучше начинаем. Сейчас придет Сергей Шнуров и скажет, кто с кем поет. Вот мы отрепетировали кусочек номера с нашим наставником, с Сергеем Шнуровым и с Андреем Сергеевым, который аккомпанировал нам. Вот, поэтому сейчас снимаем, как мы общаемся. После этого идем на генеральную репетицию уже в костюмах, на сцене. Вот такая хуйня, как сказал Сергей Шнуров. Хорошо, когда я в интервью давала. Хорошо, допустим. Когда я давала интервью, я такая говорю. Все-таки в интервью. Да что такое? Она говорит, когда я в интервью давала. Так вот, когда я давала интервью, я такой, да заткнись вы б***ь. Я такая говорю. Вы знаете, я вот никогда не позволю, ну, не позволю себе маты в песне. То есть, ну, я в жизни матершинница, а песни я никогда в жизни не позволю себе матернуться. И вот я сижу целое утро и пою песни про п***у, а** и всякие разные вещи. И я понимаю, что я качусь понаклонной в этой команде. Команда молодости нашей, команда без которой нам не жить. Ну, это просто решила поделиться с вами. А ты расскажи, поделись, кого твоя любимая певица. Да-да, есть такая певица Альбина Сексова. Серьезно? Мне кажется, в Ромином блоге будет отличная реклама этой потрясающей женщины. У нее был концерт. Я уж не знаю, сколько она собрала и какой зал. Как Эдуард Суровый? Ну, это намного круче, поверь. Эдуард Суровый, он, знаешь, на подпевке. У нее был концерт, он под названием «Чуть не треснула п***а». Вот такое вот было название. Это вещь, я вам скажу. Это вещь. Знакомиться с Надеждой. Мы с Надеждой поем это эпохальное произведение. Это будет непросто. Я буду в костюме панды. Надежда будет в костюме Снегурочки. И поскольку произведение немножко такое мрачное, поэтому эти костюмы как нельзя кстати подходят к нашему номеру. И передают мои строители. Да, и как сказал Сергей, подчеркивает великую русскую культуру, написанную на латыни немецким композитором в 1937 году. Все углы пометил. Да, да, да. Мы просто пришли на запах, понимаешь? Нормально. Если честно. Так и живем. Не снимайте, не снимайте, ладно? Не снимайте канал, можно еще больше открывать. Нет, не снимайте. Не снимайте меня, не смотрите на меня. Ты помнишь как в этом самый лучший фильм, когда ты будешь курить? Читай по губам, я не курю. Видимо, та работа, которая вдохновила тебя на многое, да? Самый лучший фильм, что ты его аж цитируешь. Мы расстались из-за проблемы с зависимостями. Наркотики? Да, конечно. Деградация просто русской культуры. Меня похоже на Хиллорисон. На дракона? Да куда ты, блядь, похожа, посмотрите. Посмотрите на это. Все. Значит, получается, я могу светануть грудью в конце номера? Конечно. Чтобы поросить соперницу. Что мне остается? Что мне остается? У вас там бой не на жизнь, нам надо. Это правда. Видели красивые декорации голоса? Огромная, широкая студия. Вот так это все выглядит сзади. Вот это та известная рука с микрофоном, которая стоит. Вот. Куча лампочек. Микрофоны можно повыключать всем. Подходит ли? Кто из нас не уберег мечты? Л trze рис... То ли я. То ли ты? Нам не нужны слова от chats. Не к чему бросать. Скрашем, биталите ставим лес. Пидем! Миксorn. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, сегодня выглянуло солнце И я застегиваю ботинок Все у нас хорошо Мы готовимся к репетиции Сергей Шнуров в прекрасном настроении Я говорю, чуть вот этот не обувь Я все неправильно надел, у меня двое Магия кино, хоп, а уже в одежде Все должно быть спрятано В проводочке Все, готов рвать Главное не меть Главное не меть Готов рвать и метить Территорию Митко, швыдко Часы хорошие Украл сам Сам лаком покрыл? Без ремешка украл Разного цвета Ремешок уже поставил в этом от своих У них цыганский номер, не подумайте Жизнь не такая Вон ребята Подрабатывает Надо мелочи подкинуть Я в концертном костюме Только крупные деньги Отрепетировали номер Очень сложный номер на самом деле Технически сложный И петь его непросто И зал такой большой Очень сложно озвучить Но у нас все получилось Завтра будем выступать, блистать Сжечь сцену Поэтому все будет круто Комнат участника номер 4 Всем мир Все, на сегодня репетиция закончена Надо ехать отдыхать Потому что завтра сложный день Завтра еще будет репетиция с камерами Ну, именно, чтобы Как все происходит Ну, то есть, как бы Репетиция для операторов То есть, не то же С какого ракурса снять Там, когда, чего Какой номер И так далее Вот, а потом Само представление И одного из нас Выгонят Выкинутся как саный матрас Как говорится Друзья, всем спасибо Сегодня я провел Такую небольшую экскурсию За кулисами Суперпроекта Голос на первом канале Вы увидели Большую часть того Как все устроено Как все работает Какие взаимоотношения Между участниками Наставником Все полный позитив По крайней мере Пока никого не выгнали А потом посмотрим Что будет Сопли, слезы Кровная месть И так далее Или все напьются На радостях Ну, то есть Разное может быть Ну, а пока Всем спасибо А я поехал Отдыхать